перекисло полностью вся закваска состоит из лаковых жидней муки и цельнозерновой закваска хранилась в холодильнику больше месяца и сейчас на сегодняшний день 23 августа 2023 года 23 8 и 23 будем запускать закваску жара уже проходы пытаться потрошки пикты хлебчик месяц без хлеба нормально ребята такие острый запах а кисло кислюча до ужаса значит что я делаю пол литра воды две чашечки разводим закваску как обычно говорить материнка там да ну основная закваска утро это раз солнышко погодка хороша пораньше встаем запускаем и слухаем что она нам говорит можно так хорошенько нюхнуть пахнет как раньше мама рабыла в бетонах брашку чтоб делать самогонку вот так она пахнет может быть другие неправильный запах ребята все состоит от муки на какой муки была сделана закваска че то мука была мертва че то мука была искусственно че то мука была жива мертва мертва мука цевана стерильно и и очищают вона там для выпечки еда для тортов к примеру там бела-бела белоснежно она очищена я считаю что она мертва на ней закваска запускается хлеб есть новин такий клейковатый закваска аналогична цей и и мука бишь так а стериль нам на для выпечки для тортов и так далее мертва мука мертва мука это мука яка и сделана из неправильно некачественного зерна зерно было неправильного хранения неправильного там фракции не фракции а класса неправильного классности вот и и и переработали на муку получается что вона хранение это тоже может быть десе риззялась здесь проросло дать затекло 10 и перерабатывать потом очищают сама зерно берут перебивают на муку муку очищают и в общем вона будет тебе хлеб есть и будет хлеб новин будет впоследствии может быть и картофель на палочка может быть и если подсвив хлеб там по муху можно даже побачить аналогично шоу вону не то ну плюс хлеба понятно вы туда всякой ерунды добавляете может быть хлеб и хороший то есть считается в этом варианте мертва жива мука считается а и очень сложно найти живу муку очень сложно я уже сколько из 18 года цепь лет печу хлеб живому кулаца очень сложно найти есть то есть приобретая муку за одного завода а це в городе мука производится в городе николаев николаевска юг украины николаев да я думаю вы все его знаете николаев там производится мука это все зависит ребята от завода от технологии от технологов от дирекции все от завода яке зерно они принимают яке зерно чтобы не было у него них некачественная мука чтобы производство у них не было банкротом вот ванны приобретают тики качественное зерно и муку да и вообще производство у них там вещь работая на европу на европу на украину туда тоже даете но у них вот и дай в печки там лаборатория высоко вообще качество лаборатория это все зависит от дирекции от технолога вообще от самого затейника производства чтобы он у него было не на уровне заработать и отдать зарплату рабочим и потом развитие производства нема то есть ты не можешь новое оборудование кису новейше и кислого лаборатор не там тоже девайсы покупать то есть предприятие изначально приобретает тики качественное зерно тики качественное зерно и из него туде изготовляет муку я беру у них як жить и муку и цельно зернову вот такая мука цельно зернова было еще производство з виницы там цельно зернова мука более ну меньше оцей белой мучки больше была шулуха то есть как она называется клетчатка ця оболочка висевка можно сказать тоже там больше было висевки но хлеб був неплохий и закваска я уже дома со своими тут своя дома лаборатория то есть я запускаю закваску если закваска отлично шикарно по запаху попут в схожести бульбашек там биша все це вообще хорошо тоже меня спрашивают дайте рецепт я можу дать рецепт выпечки хлеба но у вас он может не получается потому что у вас нема той или иной муки вот в первомайске у нас николаевской области теки одна торговая точка яка возит муку от именно с николаева сейчас я все замешаю и целом она будет закваска из этого будем делать закваску а вот эту вот закваску вона жива бактерии там есть и и можно развести даже у тут скитим ну десь пол литра хороших развести на витро 10 литровые воды это вы бачите вот такая вот темная цена ничего не испорчено ничего тут не подсвивши ничего тут не почернило цей жить не мука плюс отражение от света и да это жить не мука я ее разведу в 10 лет на 10 литров воды и пиду поляю растения и киот примеру если целесна десь рассада десь там посадил от примеру сейчас сажаю я клубнику я клубничку пидкормлю даже если мы нематом примеру растений я можу вылет и вот я показала видео пид куст и живите я вылила и все развела с водой можете пид любой кустом цветы если у вас нема деревним а ягодников пид розы любые цветочки мой тогда на 20 литров развести полять есть рассада пид рассаду есть там и кис саженцы и китики посадили и слабенько корневая система так можете пидкормить там пол литра например на 20 литров воды вону плохого ничего не даст если вы живете в квартире у вас на мапри усадебного участка есть у вас вазончики можете вылить пидкормить свои вазончики ну и если у вас нема не вазонов ничего в унитаз желательно не спускать потому что тут все равно есть энергия взять ведерко с водичкой выйти там и свою там многоэтажки и полять там у вас есть все равно клумбы цветочки все равно есть но в унитаз выливать воно сопоставляется энергией потом впоследствии ну и буду по-другому и шум и 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 Продолжение следует...